Всем здорова! В этот раз я решила поделиться не просто видеопроцессом создания картинки, а еще и на фоне поболтать, чтобы вы могли послушать мою очень интересную болтовню. Я решила совершенно спонтанно нарисовать эту аудитору из игры Assassin's Creed 2, и это пробудило очень давнешние воспоминания о том, с чего я начинала рисовать по сути, и почему вообще полезла в эту сферу деятельности, так сказать. Поэтому моя болтанья сейчас будет именно об этом, о моем начале творческого пути. Ну и как вы могли уже догадаться, все началось с ассасинов. Но, конечно же, отвечая на вопрос, когда ты все-таки начала рисовать, я скажу, что с детства, потому что, по сути, все дети рисуют в садике, потом в школе, на уроках рисования, то есть с рисованием, по сути, сталкиваются все в той или иной степени, но не каждый продолжает этим заниматься или осознанно решает заниматься творчеством, потому что не каждому это надо, а мне, оказалось, надо. Так вот, я буду говорить именно о своем начале творческого пути в плане осознанности. Поэтому в далеком, в 2012 году, когда мне было каких-то там 12 лет, я познакомилась с такой игрой, как Assassin's Creed 2. Я начала играть в эту серию игр, именно со второй части, а не с первой, но неважно. И вот тогда меня поперло. Ну и помимо того, что мне жутко нравилось играть в эту игру, ну там по крышам бегать, голубей гонять, у людей ножиками тыкать, но это неважно. Мне очень хотелось, чтобы у меня что-то на руках было, что связано было бы с этой игрой. Ну там хотя бы какая-нибудь картинка с главным персонажем, например. Ну и я такая, если у меня не получается достать что-то связанное с этой игрой, то, наверное, я сделаю это сама. Ну и начала рисовать картинки с ассасинами. Это называется, если гора не идет к Магомеду, то Магомед сам идет к горе. Вот. И меня очень прикалывало тогда, что у меня это получалось. Получалось изображать главного героя, что он получался похожим. И что результат этой деятельности у меня буквально на руках. Я могу это потрогать, подержать, сама же все рассмотреть. У меня некоторые работы даже в рамке стояли. Я прям считала, что они у меня очень круто получались. Я заводила папки, куда файлики вставляла свои работы. Потом их в школу брала показывать. Мне говорили, вау, как круто. И я такая, ааа, спасибо. Родителям показывала, бабушке, дедушке, короче, всем. У меня как бы родители еще рисовали. И у них тоже сохранились кое-какие работы. И поэтому они все это дело одобряли, поддерживали и хвалили. А там, по сути, были в основном мужики в капюшонах. Ну, всем вроде бы нравилось. Я была довольна, счастлива. Мне все устраивало. Потом я стала играть в другие игры. Такие, как Прототип, Принц Перси, Хитман. Все связано с убийствами людей. Ну, вы не подумайте, что мне нравятся эти игры просто потому, что там людей убивать можно. Мне больше нравилась атмосфера, идея, задумка, открытый мир, что можно буквально, блин, на дом залезть и по крышам бегать. Меня вот это прикалывало больше всего. Вообще, все эти игры мне папа советовал, потому что он сам играет в игры. Поэтому я пошла по его стопам. Ну, и возвращаясь к теме рисования. Я очень долгое время рисовала практически одно и то же ассасинов в капюшонах, где не надо рисовать глаза персонажам. Очень хорошо устроилась, я считаю. Потом у меня стали появляться там и котики, животные, драконы. Потом пейзажи с натюрмортами, потому что в художку пошла. Ну, и пошло-поехало. Ну, и сейчас я не представляю свою жизнь без рисования. Я постоянно рисую, можно сказать. Но вот этот толчок, который сподвиг меня к этому роду деятельности, мне кажется, дало именно желание сделать то, что потом я смогу поддержать в руках. Ну, и вот уже спустя сколько лет увлечения не попало. Сейчас уровень подрос, как в техническом плане, так и в осознанном. И сейчас уже, учась на дизайне, делая там печатные штуки, которые можешь потом сам в руках держать, я понимаю, что занимаюсь именно своим делом. Я хочу придумывать, хочу создавать и получать от этого удовольствие. Вообще, всем желаю получать удовольствие от своего дела, потому что, мне кажется, это основной двигатель к творчеству, когда это все идет от тебя, от твоего желания творить и создавать. И сейчас, подводя итог, хочу сказать огромное спасибо мужикам в капюшонах, благодаря которым у меня и появился этот огромный интерес к рисованию. И что я до сих пор занимаюсь этим делом, и мне нравится, и я это бросать не хочу и не планирую. Вот. И было бы очень клево, если бы вы тоже в комментариях поделились тем, как вы начали рисовать. Может, вы начали рисовать, посмотрев какой-нибудь мультик, может, с драконов начали рисовать, или, не знаю, сразу приступили к кувшинам, пейзажам и натюрмортом. Может, и такое есть. Короче, если захотите, напишите об этом в комментариях. А я говорю вам спасибо за просмотр, спасибо, что прослушали до конца мою увлекательнейшую болтовню. Смотрите мои предыдущие видео, обзоры на скетчбуке, процессы рисования, анимацию. Я, короче, кучу всего делаю. Смотрите, комментируйте. Желаю вам хорошего дня. До свидания. Смотрите, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал.